Что такое корпоративная социальная ответственность? Не секрет, что в России эту ответственность преимущественно используют как средство для достижения определенных целей. Ну, например, как вот в США и западных странах, это, по сути, новый виток эволюции бизнеса. Здравствуйте! В эфире программа «Парадокс» в студии работы Александр Вейкер. У нас сегодня в гостях руководитель лаборатории социального бизнеса и корпоративно-социальной ответственности при Финансовом университете при правительстве России Иван Биряков. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. И младший партнер Artisan Group Public Relation Александр Филимонов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. Вы, уважаемые слушатели, также можете присоединиться к нам по телефону 65 10 99 6, код города 495. Мы бы хотели узнать ваше мнение, господа слушатели. Как вы оцениваете корпоративную социальную ответственность бизнеса? В чем ее смысл? Как вы вообще это понимаете? Или пишите нам на сайт finam.fm на страничку программы «Парадокс». Но, господа, начнем с определения. Что такое корпоративная социальная ответственность? Несколько диковато для нас звучит. Да, Александр, давайте с вас. Ну, я думаю, что корпоративная социальная ответственность и социальная ответственность, потому что все-таки стандарт у нас по социальной ответственности, а не по корпоративной ответственности, вот в своей природе этот термин имеет достаточно, на самом деле, меркантильную, ну как меркантильную, корыстную цель. В чем она заключается? Вообще-то, сама идея социальной ответственности, она появилась в Европе. Почему? Потому что что такое Европа? Европа — это небольшое количество, сравнение к небольшой количеству, в любом случае ограниченное компаний, и небольшое количество, ограниченное количество стейкхолдеров. То есть, рано или поздно в развитии Европы должно было привести бизнес к тому, что лояльность будет определять то, что называется sustainability. Лояльность клиентов и стейкхолдеров будет определять sustainability, то есть устойчивость роста бизнеса. Вообще устойчивость бизнеса. Ну, понятно, да. Да, для этого и, в общем-то, был введен такой термин, как социальная ответственность. И в Европе это действительно оказалось очень, социальная ответственность оказалась очень... Востребованной. Востребованной действенным механизмом для повышения лояльности стейкхолдеров, для повышения устойчивости бизнеса. Причем как среднего, так и большого. Но эволюционно этот путь был долгим? Эволюционно, да, 20-25 лет. Ну, а у нас сейчас это... Вообще мы не понимаем, что это такое, на самом деле. Во многом, да. Во многом, да. Кстати говоря, что касается Соединенных Штатов, да, то вот перефразирую фразу первого русского диджея Сева Новгородцева. Быть банком... Он был онкл панком. Но быть банком в Англии, это не то, что быть банком в Соединенных Штатах. Потому что в Англии, Англия страна компактная, маленькая. Все-таки стейкхолдеры все даже по-хорошему знают, да, и весь бизнес тоже. В Соединенных Штатах... Соединенные Штаты в этом отношении сильно ближе к России, чем к Европе. Потому что если в Нью-Йорке, ну, во всем штате Нью-Йорка, в Вашингтон-Ди-Си, да, да и в Калифорнии по-хорошему, это, в общем-то, вполне хороший инструмент, хороший действенный механизм для развития лояльности, для развития устойчивости. То, скажем, в штате Айдаха или в Небраске, можно проскакать тысячу верст и не встретить ни одного человека, у которого слово «банк» не ассоциируется с словом «сити». Потому что первый банк в мире. Иван, ну, давайте российские реалии тоже. Ну, знаете... С определением. Возможно это вообще как-то? Да нет, на самом деле, на мой взгляд, нужно смотреть не в слова, то есть как можно определить корпоративно-социальная ответственность, а то, из чего она состоит. По сути дела, у меня, правда, есть немножко другая информация о том, как зародилась корпоративно-социальная ответственность, что это стало итогом Великой Депрессии в Соединенных Штатах, и начиналось это как раз с программ, направленных на развитие своих собственных сотрудников. Это больше социальный бизнес. Нет, именно корпоративно-социальная ответственность, именно как КСО, она действительно стартовала там, была направлена на внутренних благополучателей. По сути дела, сейчас программу корпоративно-социальной ответственности можно разделить на два больших блока. В зависимости от той аудитории, на которую они направлены, эти программы. Первое, это направлены на внутренних благополучателей, это сотрудники компании, действительно, стейкхолдеры, о которых говорит Александр. И на внешних благополучателей. Это те же самые потребители, это клиенты, и это общество окружающее. Это может быть локальное сообщество, как программы экологические, направленные на решение тех проблем в регионе, на территории, на которой осуществляет производство или деятельность, та или иная компания. Это могут быть программы, направленные на решение проблем конкретных социально защищенных групп. То есть, будь то там люди с ограниченными возможностями здоровья, детдома и так далее, так далее, так далее. Это совсем не обязательно, что это сотрудники компании. Это не обязательно. Совершенно не обязательно. И еще раз говорю, их можно разделить на две части. На внутренние и внешние. И при этом, безусловно, самая большая по объему часть, это как раз направлено на внутренние. Действительно, здесь компании почему уделяют огромное внимание, особенно развитые крупные международные корпорации этому вопросу. Потому что очень четко видно взаимосвязь развития долгосрочного компании от инвестирования в человека внутри компании. Есть знаменитый такой феномен, который исследован. Компания, несущая любовь. Это 28 компаний, которые опередили развитие всех других по сравнению с S&P 500 в десятки раз. В том числе Google, Apple и так далее, так далее, так далее. Когда начали исследовать, почему это произошло, потому что ровно в корпоративной культуре, прописанной в документах и реализуется на практике, это именно инвестирование в человека, в своих сотрудников, в заинтересованных сторон. То есть создание благ для них. Потому что к программам КСО относятся. И в том числе, для России это очень важно, к сожалению. Это и выплата просто банально белых зарплат. То есть это тоже корпоративная социальная ответственность. Это элемент корпоративной социальной ответственности. Да, элемент. Она может иметь достаточно большое количество проявлений, потому что вообще понятие стейкхолдер, это очень объемное понятие. Стейкхолдер не ограничивается. Конечно, они более важны, скажем так, для развития компаний, нежели стейкхолдеры, которые являются просто людьми, которые знают об этой компании. И же тоже каким-то образом являются стейкхолдерами. И в принципе, сейчас самое, скажем так, правильное, краткое определение корпоративно-социальной ответственности это баланс интересов стейкхолдеров. Ну вот, Александр, в недавней статье своей вы разделили КСО, благотворительность и маркетинг. То есть вы три сферы сделали. А что вот путают сейчас в России? Ведь на самом деле КСО для нас, обычных россиян, мы воспринимаем это как некий такой благотворительный фонд, на самом деле, в большей степени. К маркетингу вообще никакого отношения не имеет. Особенно, когда ты говоришь с бизнесменами, средней руки, ну скажем так, они не понимают на самом деле вот ценность этого КСО, они путают это именно с благотворительностью. Почему так? Ну, во-первых, потому что вот так вот на самом деле четкую грань провести между, скажем так, проектами корпоративно-социальной ответственности и проектами в сфере HR, в сфере благотворительности, в сфере GR, достаточно сложно, потому что... Они переплетаются. Они в любом случае будут переплетаться. Ну, смотрите, значит, по-хорошему, да, вот наше недавнее исследование, которое, в общем-то, сейчас уже закончено, ну, сейчас, честно скажу, четыре банка доносят, скажем так, до нас свои сведения. Это второе ваше исследование, да? Да, это уже второе исследование. Мы проводили аналогичные исследования год назад. Вот тогда с нами не было Министерства финансового университета при правительстве Москвы, сейчас он с нами есть. Российская Федерация, да. Российская Федерация. О, господи, ну бывает. Мы понимаем, о чем идет речь, самое главное. Это мы вырежем. Вот, значит, в прошлом году у нас были достаточно впечатляющие результаты. Мы опрашивали банки второй, третий сотни по суммарной стоимости активов. В этом году мы отпрашивали первую сотню, вторую сотню и третью сотню. То есть три стопа. Но вы усложнили себе задачу. Да, усложнили себе задачу, но потому что... Значит, будут точнее результаты. Ну, скорее, я думаю, да. Надеюсь, пока не мере. Ну, в любом случае, сейчас уже можно сказать о том, что под социальной ответственностью банки, от мала до велика, так сказать, да, как правило, воспринимают три основных составляющих, да. То есть по-хорошему четыре определения, которые сейчас существуют, да, которые сейчас можно найти в открытых источниках, по-хорошему они, в общем-то, и находят какое-то отражение в махбанкира. То есть первое, это социальная позиция руководства банка. То есть он занимает социальную ответственность, почему не знает. Вот. Второе, это благотворительность. Ну, у тебя есть благо, пожалуйста, давай. Вот. Третье, это HR, то есть это инвестиции. Инвестиции в свой будущий персонал, собственно говоря. И более того, очень большой процент банков вообще не воспринимает финансовую грамоту. Четвертый называйте. Есть четвертый? Да, и четвертый. Ну, конечно, это хитрый самопиар. Это хитрый самопиар. Разшифруем это после новостей. Мы сегодня говорим о корпоративной социальной ответственности в России, да и не только в России. Попытаемся сравнить корпоративную социальную ответственность в нашей стране и за рубежом. У нас в студии руководитель лаборатории социального бизнеса и корпоративно-социальной ответственности при финансовом университете, при правительстве Российской Федерации Иван Бирюков и младший партнер Artisan Group Public Relation Александр Филимонов. Александр, вы разделили на четыре группы, а вы теперь расшифровываете все, что вы разделили. Смотрите, значит, когда банки говорят о своих инициативах в области, скажем, финансового просвещения, финансового образования, то есть вклад, в финансовую грамотность. У нас же есть специальные программы. Да, есть специальные программы. На нашей радиостанции мы тоже очень часто этим пользуемся и привлекаем банки именно по финансовой грамотности. Банки активно участвуют. Да, целый ряд банков заявил, что это маркетинг, это делают исключительно для того, чтобы расширить свою клиентскую базу. Грубо говоря. Грубо говоря, да привлечь новых клиентов. Либо отъесть этих клиентов всего кого-то. Некоторые банки считают, ну, в некоторых банках, где, скажем так, КСО является, в первую очередь, атрибутом именно HR, да, есть такие банки, причем первые сотни, их даже не так мало, как может показаться. Считают, что это инвестиции в развитие персонала банка. То есть, грубо говоря, значит, люди, которые сегодня студенты, завтра они, мы надеемся, будут работать у нас. Вот. Мне это было прямым... Ну, и я еще добавлю, Александр, что есть, вот, недавно у нас было как раз заседание, там, в Питере, у нас был форум по добровольству, и проводили сессию как раз по доброму бизнесу, я ее модерировал. Мы пришли к одному очень простому такому выводу, что когда сотрудник компании целый день, ну, словно говоря, ставит штампы просто, вот, просто как такой обезьянный труд, и он приходит домой, его семья спрашивает, а чем ты занимаешься, да, то есть, вот, да, я ставлю штампы. А когда по телевидению или в СМИ идет информация о его компании, что вот мы там поддержали паралимпийскую сборную или что-то, так далее, так далее, он говорит, вот я работаю в этой компании. То есть, он, ему есть чем гордиться, он понимает, то есть, определенное, что у его работодателя есть социальная миссия, и он чувствует себя сопричастным к этому. Ну, здесь, опять же, добавляю, собственно, к твоей реплике, хочу сказать, что, как правило, да, с точки зрения именно гордости, да, вот, если вспомнить про пирамиду Маслова, да, ну, пирамиду мотивации, да, на самом верху будет самоактуализация. Но это не самореализация. Очень многие путают это самореализация, это не совсем так. Самоактуализация, ну, скажем так, это реализация себя и своего потенциала. Вот, а реализуется он, ну, собственно, чтобы тобой гордились, да, всем хочется, чтобы им гордились. Ну, нет такого человека, которому не хочется, чтобы им гордились. Так вот, гордятся человеком, когда он предстает не как компания, как часть компании, какой-то винтик компании, которая делает что-то действительно хорошее, да, а как часть коллектива компании, которая действительно что-то делает. И в этом, собственно, в общем, в этом и есть основная сложность, скажем так, продвижения КСО-проектов, но именно тех же самых дивидендов, которые хочет получить любой акционер, если занимается программой КСО, если он как-то их внедряет. Ну, вернемся к банкам, к нашим исследованиям все-таки. Когда мы рассматривали другие проекты, большинство, честно скажу, 12 банков сдавали кровь пострадавшим от стихийного бедствия. И в них 4 честно признали, что они это сделали исключительно для того, чтобы получить определенные дивиденды от власти. То есть они действительно рассчитывали на то, что в дальнейшем их взаимоотношения с их органами местного самоправления, хотя они вообще никакого отношения не имели именно к этой проблеме, именно к этой катастрофе, они даже были не представлены в этом регионе. Они надеялись получить определенные дивиденды, и их получили. Это и есть вот эти меркантильные дивиденды, которые существуют. Я думаю, что здесь есть смысл провести определенный водораздел, который очень легко можно озвучить в двух тезисах. Как раз в чем разница между программами корпоративной социальной ответственности, программами пиара через социальные проекты, программами социального маркетинга, которые реализуются компаниями. Очень просто. Это вопрос мотивации. Чем мотивирована компания при реализации данных программ? Если это руководствуется доброй волей, это, безусловно, программа именно социальной ответственности. Если это руководствуется определенными меркантильными интересами, неважно, будь то привлечение клиентской базы, будь то джар, будь то формирование просто публичного образа, то это, наверное, относится именно к тем категориям, которые сказал. Другое дело... Ну, что это так называть пока? Да, да. Но другое дело, что мы прекрасно понимаем, общество заинтересовано в масштабировании и развитии подобных программ от компаний. И здесь... Но не всегда компании заинтересованы. Да, на самом деле, компании тоже заинтересованы, не всегда они это понимают. Вот я бы так сказал. То есть любая компания заинтересована в подобных программах, реально, даже малый бизнес. И, кстати, малый бизнес зачастую делает, если так просто процентным соотношением взять, больше, чем там средний крупный бизнес зачастую. Но компании все в этом заинтересованы, но мы прекрасно должны понимать, что первым очень в этом заинтересовано общество, чтобы его социальные проблемы решались и появлялись новые институты, которые содействуют решению этих проблем. Поэтому, если даже это какая-то меркантильная... Ну, условно говоря, назовем это меркантильная... То есть вы хотите сказать, что ничего плохого в этом нет? Я считаю, что в этом плохого ничего нет. Более того... Кстати, а что же в этом плохого, действительно? По-хорошему, в любом случае, компания, банк, пусть это банк, делает что-то. Какие он преследует цели? Вам, как получателю этого блага. По-хорошему, неведомо. Если мы, скажем так, переводим, как сейчас любят говорить, переводим стрелки именно на банки, и говорим, что же вы, ребята, вы хотите на нас, выражаясь, нагреться, понятным языком нагреться, да? Давайте вспомним про историю благотворительности в России. Между прочим, МДКБ, это названо именем Савелья Морозова. Что же в этом плохого? Человек построил больницу. Да, он назвал ее своим именем. Имеет на это полное право. Абсолютно. Это был абсолютно благотворительный проект с элементами социальной ответственности, потому что в конце концов он был совершенно неприбыльный. Да, действительно, Савелья Морозов удовлетворял свое эго. И, кстати говоря, этого не скрывал. Ну, могу сказать, что как раз, если мы посмотрим на историю дореволюционной корпоративной социальной ответственности, там практика такая, которой можно позавидовать сейчас. И многие крупнейшие лидеры корпоративной социальной ответственности среди международных компаний тоже могут позавидовать. Мне просто показывали, как оформлялись в то время отчеты по социальной ответственности. Это просто произведение искусства, банально, реально. Но я просто, Саша, извини, тебя перебью, хочу одну вещь важную, как мне кажется, отметить. Чтобы эти программы действительно развивались, потому что ты очень правильно сказал, что, конечно, благополучателю не настолько принципиально, какими мотивами ты руководствовался. Если тебе нужен хлеб, то тебе его подарили для того, чтобы пропиариться или просто потому что так захотелось. А потом, чтобы ты вернулся и купил этот хлеб. Я могу не покупать, никто не заставляет его покупать именно там. Тебе в данный момент нужен этот хлеб. Так вот, чтобы эти программы развивались достаточно полномерно, эффективно и, самое главное, поступательно, то должна быть выстроена определенная система. И каждый участник этого процесса должен понимать, зачем ему это надо. И, наверное, один из самых эффективных инструментов мотивации компаний и менеджмента корпоративного сектора в развитии программ корпоративной социальной ответственности – это действительно правильное позиционирование компании за счет этих проектов. То есть это пиар в широком понимании. Другое дело, что, к сожалению, не все некоммерческие организации, которые являются операторами этих программ корпоративной благотворительности, не все кадровые агентства, которые занимаются подбором кадров или упаковки каких-то программ КСО внутри компании, умеют правильно сделать выжимку и сделать из этого хороший материал с точки зрения позиционирования компаний. У нас нет кадров, которые могли бы сделать эту выжимку. У нас нет людей в достаточном количестве, которые могли бы предложить коммерческим организациям, крупным игрокам, участвовать именно в этих проектах. С чего нам не хватает? Нам не хватает правильности. Или общего понимания. То есть мы не прошли этот 20-летний путь эволюции. Общего понимания. То есть мы не понимаем, что это. У нас, к сожалению, компания, некоммерческие организации, те, кто являются операторами программ корпоративной благотворительности, они зачастую, в большинстве случаев, относятся к компаниям исключительно как к донорам. Ну, то есть, например, дайте, пожалуйста, денег. Они не воспринимают их как партнера, как, условно говоря, клиента, потому что это продажа вот этих услуг по пиару. Другое дело, что понятно в этой истории, почему вот у нас достаточно такой, на мой взгляд, правильный триумвират получился в этом исследовании. Есть СМИ, которые должны распространять как раз информацию. Это журнал, да? Есть вот наша лаборатория, которая как раз... Занимается разрабаткой таких проектов. Разрабатывает и упаковывает эти проекты. И есть артизан, как раз, который специалисты в том, чтобы помочь конечному, то есть заказчику, сделать это действительно эффективным и показать... Донести, разжевать и положить. Да, донести это, скажем так. Донести это до масс. Ну, скажем так, получить какой-то эффект, причем правильный эффект. Потому что понятно, что говорить о благотворительности в принципе не принято. Если ты это делаешь от чистого сердца, то что ты на всех углах кричишь, что ты это сделал. Если заниматься социальной ответственностью и кричать о том, что ты занимаешься социальной ответственностью, то сама идея социальной ответственности пропадает на корню полностью. Понятно, что для этого нужен определенный баланс, скажем так. Баланс месседжей, назовем это так, который очень сильно зависит и от бизнеса компании, и от ее идеологии, и от ее миссии, как она ее видит. Не то, что написано на сайте, на сайте даже очень крупных банков даже написаны общие слова. Давайте, Александр и Иван, мы продолжим этот разговор сразу после нового. И все, что происходит в нашей стране, вот в этой области, я воспринимаю только как пиар. Ну, потому что сделано топорно на нашем журналистском языке. Топорно. Сразу видно, что, а, ммм, Сбербанк заплатил. А, ммм, ну, ВТБ. И так далее. То есть, сделано это просто чудовищно. С точки зрения, ну, масс-медиа, скажем так. Мы эту тему обсуждаем сегодня. Приглашаем и вас, уважаемые слушатели, позвонить, высказать свою точку зрения. Насколько социальная ответственность бизнеса сегодня актуальна. Что бы вы хотели видеть на самом деле? Звоните нам по телефону 65 10 99 6, код города 495. Либо пишите на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Я еще раз напомню, что сегодня у нас в студии руководитель лаборатории социального бизнеса и корпоративно-социальной ответственности при финансовом университете, при правительстве Российской Федерации Иван Бирюков и младший партнер Arts and Group Public Relation Александр Филимонов. Давайте вот тогда поймем, в чем смысл вот этой эволюции бизнеса, да? И как он должен происходить? Почему мы можем форсировать эти 20 лет для того, чтобы мы понимали? И люди понимали, о чем мы говорим. Конечно, Александр, я, во-первых, пока у нас была короткая пауза, вспомнил конкретный пример, который недавно произошел по поводу, чем мотивированы и что происходит. Есть замечательная ассоциация менеджеров, которые много уделяют внимания программам корпоративно-социальной ответственности. Менеджеров каких? Просто ассоциация менеджеров России. АМР. АМР, да. Они проводят очень много мероприятий по КСО и так далее, и делают исследования. И у них есть один проект, они из, если не ошибаюсь, из детского дома какой-то области, привозят регулярно там к ним в офис на различные стажировки программы детей. Офис у них находится в Москва-Сити. То есть вообще для детей, естественно, из региона приехать в такой там небоскреб, это уже определенный праздник. А они только по телевизору это видели. А тут увидеть это и пощупать своими ручками, это впечатление на всю жизнь. И там же в Москва-Сити находится кафе, к сожалению, сейчас не помню название, которые сами выступили с инициативой. И каждый раз, когда приезжают эти дети, они им дают бесплатно, дарят йогурты, там кафе с йогуртами какое-то такое. И шарики дают. И когда там заместитель исполнителя директора ассоциации менеджеров Вадим Ковалев в очередной раз спустился к ним поблагодарить после этой истории в это кафе, спасибо, что вы помогаете нам и поддерживаете ребят. Говорит, что вы, нам это выгодно. Говорит, почему? Мы посчитали, что в тот день, когда приезжают эти ребята, вот раз в месяц, у нас выручка возрастает минимум на 12%. Начали анализировать почему. Потому что сотрудники целый день стоят за кассой и всучивают эти йогурты. И тут у них меняется настроение. После того, как они подарили детям эти йогурты, у них меняется настроение, они более эффективно работают. Это конкретный пример, почему инвестиции в компанию, в это положительные черты, они дают и экономический эффект тоже. Другое дело, что это не было замотивировано, вот сначала просчитано так. Поэтому я говорю, что заинтересованы в этом в итоге все. Если говорить про эволюцию, которая происходит, то сейчас огромный наоборот набирает такое понятие, как социальный бизнес, социальное предпринимательство. Это интересная такая схема, которая находится на стыке как раз некоммерческого и коммерческого секторов. То есть они берут, социальный бизнес берет цели и задачи от некоммерческого государственного сектора. Это решение или смягчение тех или иных социальных проблем. Кроме того, которые не способны государству в полной мере предоставить. Да не обязательно. Да я утрирую, но тем не менее. То есть именно дополнительные какие-то вещи, которые необходимы сегодня. Здесь вопрос именно миссии, цели и задачи. То есть это может быть трудоустройство инвалидов, это может быть производство каких-то товаров и услуг для каких-то социально изученных групп граждан. Например, издание книг по Брайлю. Да, то есть там... Брайлю. Лучше, чем люди, у которых у самих есть эта проблема, никто не сделает. Да, конечно. Однозначно совершенно. Точно так же, как и лучше, кресло для инвалидов или какие-то вещи, которые не требуют обязательной медицинской сертификации для инвалидов, лучше, чем сами инвалиды, это не сделает никто. Либо тот, кто ухаживает за инвалидом. Потому что они знают, что нужно. Потому что они точно знают, что нужно. Никто другой со стороны это не сделает. Конечно. Или сделает, но не так, как надо. Да, то есть, по сути, у социального бизнеса цели действительно лежат, они сопряжены с целями, которые обычно у благотворительности, а механизмы достижения это именно стандартные, бизнесовые. То есть, поэтому он находится на стыке этих двух секторов и достаточно активно развивается. И там интересный момент заключается в том, что компании, которые международные, крупные компании, и российские в том числе, которые инвестируют в проекты социального бизнеса, они понимают, для них это тоже часть, условно говоря, корпоративной социальной ответственности. На данный момент, но они понимают, что это более эффективное использование средств. Потому что там рубль в благотворительности, он имеет одну жизнь. Он как камикадзе. Он направляется на решение проблемы, погибает, решает ее. Проблем через какое-то количество времени возникает снова. А в случае социальным бизнесом, это рубль инвестируется в решение социального бизнеса и работает бесконечно, имеет бесконечное количество жизни. Более того, это крайне значимо, особенно в случаях, когда возникает финансовая какая-то нестабильность, либо в компании, либо на рынке, либо в целом в обществе, то первая статья расходов, которая сокращает компания, это как раз социалка. Ну, потому что это не основная статья. Да, потому что прибыли-то, как таковой, не приносит. Если приносит очень небольшую, как правило, проекты нерентабельные. То есть, именно с точки зрения, скажем так, баланса компаний. Зачастую это просто именно расходные, потому что это благотворительные проекты. А в России это вообще идет только из прибыли, и, естественно, никаких налоговых вычетов это не происходит. Понятно, что принимается зачастую такое решение. Но при этом, конечно, благополучателям легче от этого не становится. Потому что, если у компании нет денег, ладно, не коммерческая организация, там люди, профессионалы, они пошли куда-нибудь, устроились на классическую работу, и все нормально. А те, на которых направлены эти программы, они перестают просто получать эту поддержку, хотя им эта поддержка нужна по-прежнему. И поэтому здесь действительно социальный бизнес, который работает устойчиво на решение этой проблемы, и это более эффективный метод, и крупные компании видят в этом серьезные перспективы. И это действительно так. Кстати говоря, несколько крупных банков действительно переменяют, скажем так, свою стратегию развития, перефокусируют ее, скажем так, именно в сторону поддержки социального бизнеса, социального предпринимательства. То есть это понятие уже достаточно устойчивого в России? Да, почему я именно начал про это говорить? Ровно по той причине, что у России есть колоссальный потенциал стать лидером вообще мировым в этой области. Это, в принципе, новое... Как раз у нас было столько потенциалов. Хорошо бы нам не пропустить и это. Ну, учитывая то, как мы двигаемся, в том числе, вот обычно мы всегда винимся в том, что законодательная работа не ведется, уже три года подряд, не имея никакого законодательного определения социального предпринимательства, реализуется государственная программа поддержки социального предпринимательства. И выдаются субсидии на начало подобной деятельности людям, представляются другие льготы и условия. Но это небольшие деньги на самом деле. Это небольшие бюджеты. Масштабы государства, да. Да, это очень маленькие деньги. Все равно потом идея этого проекта должна обрастить другими деньгами. То есть нужно прийти и их найти, да, частными, и их не так просто найти, особенно в наше сегодняшнее время. Это непросто. Но, честно скажу, значит, ну, говоря уже о развитии социального бизнеса, да, и о корпоративной социальной ответственности вообще. И, скажем так, вот, оперировали предварительными итогами нашего исследования, потому что доказали, ну, мы, что мы их раньше, в середине декабря, мы их, конечно, не подведем. Потому что достаточно объемная работа. Ну, да. Значит, некоторые банки действительно уже для себя эволюционно, эволюционно сложили определенное понимание социальной ответственности. И, как ни странно, некоторые из них уверены, действительно уверены и действительно продвигают эту мысль о том, что социальная ответственность существовала и в Советском Союзе. Вот, для примера, человек, допустим, работал он на заводе инженером. Инженером. Получал копейки или хватало. Он приходил домой, но был счастлив. Потому что он был уверен, что он является частью большого. И если спросить, ну, скажем так, даже 25 лет назад, если бы спросить любого человека вот на улице, что он делает, он мог часами, большинство из них часами могли рассказывать о том, что они делают. Они же не гордились тем, что они делают. Сейчас те же люди подросли. Собственно, их предприятия закрылись, они больше не инженеры, они, допустим, системные администраторы, они занимаются тем, что целыми днями бегают, допустим, по тому же банку решают проблемы, клерков. У них есть машины, у них значительно улучшился уровень жизни, но они несчастливы. То, что, задаешь им вопрос, что они делают, они отвечают, односложно, администрую. На клавишу нажимаю. Это правда, это реально так. Это действительно так. В чем-то, в любую область, не обязательно в банках. Совершенно верно. Но в Советском Союзе, во-первых, существовала какая-то система мотивации, да, конечно, это во многом вечер, но это еще и социальная ответственность. Социальная ответственность государства была другой. И социальная ответственность государства была другой. Были детские сады, которые финансировались именно из бюджета системообразующих предприятий. Были премии, 13-е зарплаты, был отдых системный, когда ты мог и ребенка устроить летний лагерь. Сейчас потихоньку как-то пытаются все это корявенько вернуться. Сейчас возвращается. Но на самом деле система, рыба начал огнеть головы. Рыба начал огнеть головы, на самом деле. Саша, извини, вот я как раз очень хороший пример, коллеги, привели по поводу детских садов и других социальных программ со стороны бизнеса. Потому что сейчас мы как раз очень активно работаем с крупным бизнесом, у которого проблема. У них до сих пор на балансах дома отдыха, у них до сих пор на балансах, если мы говорим особенно про градообразующие предприятия, то есть в моногородах, у них до сих пор на балансе все социальные объекты. Но они говорят, ребята, мы там сталелетенники, мы там угольщики, мы не управляем. Мы не знаем, что делать с этим домом отдыха. Да, мы не знаем, что делать, мы можем его продать. И они говорят, это конкретный кейс, да, пожалуйста, вот если есть идея социального предпринимательства, мы готовы отдавать наши объекты, прекрасно отремонтированные уже, то есть вложенные в них деньги. Пожалуйста, делайте там проекты социального предпринимательства, те же самые частные детские сады, делайте там какие-то досуговые центры для детей и так далее, и так далее. Мы готовы бесплатно отдавать это просто в нулевую арену, этот актив. Это шикарно, потому что для него вот конкретно вот в этом кейсе, это Новосибирская область, он говорит, я в год трачу около, значит, 8 миллионов у меня убытка по... Я не знаю, что с этим делать. За три года это миллион долларов убытка. Он говорит, если я за бесплатно отдам, и эта социальная функция будет продолжаться существовать в городе, потому что у меня есть ответственность за жителей города, как городообразующего предприятия, у меня миллион прибыли. Но при этом я еще дам возможность заработать какому-то социальному предпринимателю. Поэтому как раз колоссальный потенциал развития этого пласта. Да, если бы не одна такая, если бы не одно небольшое но, к сожалению, в Российской Федерации, вообще в России есть такой парадокс, как... Взятки. 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 Нет, не взятки. Нет, нет, отношение к чужим лучше, чем к отношению к своим. Это первый парадокс. И второй парадокс. Лучше чужим, чем нам, чем своим. А вы тут расшифруете. Смотрите, это, скажем, продолжение моей реплики, когда рыба начала гнить с головы. Абсолютно отличная идея градообразующих предприятий и инфраструктура для сотрудников начала гнить с головы, когда не все сотрудники начали пользоваться этими благами. А только избранные. И со временем это только усиливалось. То есть случился такой необратимый процесс, который случился где-то в 70-е годы. Ну, как раз, в общем, под Олимпиаду хорошим. Когда на Олимпиаду далеко не все могли купить билеты, далеко не все могли попасть и что-либо увидеть вообще, включая жителей Москвы. Я уже молчу про другие города. Да, давайте мы продолжим этот разговор сразу после новостей на Финам. Ну и мы приступаем к заключительной части обсуждения корпоративно-социальной ответственности в России. Еще раз напоминаю, у нас в студии руководитель лаборатории социального бизнеса и корпоративно-социальной ответственности при финансовом университете при правительстве России Иван Бирюков и младший партнер Artisan Group Public Relations Александр Филимонов. Я забыл, о чем остановились. А мы остановились на... Хотел задать вопрос и забыл. Отвлекли вы меня сегодня разговорами во время новостей, но... Ну, а мы ставили, скажем, на том, что такую социальную ответственность в каком виде она существовала в Советском Союзе, она существовала. Да, да, точно. Она существовала. Причем она в большей степени существовала и в качественном ее аспекте. В качественном. Потому что человек был уверен, летом он поедет отдыхать в те же Сочи или в Адлер, да, или в крайнем случае поедет, например, в Ялту. И ему дадут путевку, 50% оплатит его руководство, да, его предприятие. Ну, честно, это так было. И у него все будет, и более того. Дети пойдут в школу, бесплатное обучение, причем хорошее обучение. Все в порядке. Причем он был уверен в том, что он увидит не каких-то людей с улицы, а людей именно из своей социальной группы. Своих, свою социальную группу, да. Он увидит, чем более того, работающих на его же предприятии. У них обязательно будет о чем поговорить. Провести время. Да, я очень хорошо понял, что у меня отец просто, ну, отец и мать, они очень любили уезжать именно по корпоративным путевкам, потому что они туда ехали к своим, которых они еще не знают, но они уже все равно свои, потому что они работают там же. Сейчас, к сожалению, это только возрождается. Я абсолютно согласен с Иваном о том, что городообразующее предприятие и инфраструктура, которая осталась им в наследство от величия Советского Союза, конечно, это, скажем так, первостепенный шаг к развитию социальной ответственности вообще и корпоративной социальной ответственности в частности. Вот, я совершенно согласен с Иваном о том, что вот один Уралсип, который уже эволюционно, один банк Уралсип, допустим, который уже эволюционно составил для себя видение корпоративной социальной ответственности и, более того, очень эффективно, скажем так, срастил это понятие со всеми остальными проявлениями внутреннего управления компании, да и, в общем-то, и внешнего управления. То есть, по-хорошему, социальная ответственность и HR у них настолько переплетены, что отделить одно от другого достаточно сложно. У них очень грамотно построена корпоративная культура, причем они сделали это не от хорошей жизни. Понятно, что не от хорошей жизни сделали. Уралсип, очень многие компании, крупные компании. Это пример просто, это просто пример, на самом деле, в общем, хороший пример, потому что из всех годовых отчетов, которые нам попались, и фактически из всех тех, кто ответил нам на вопросы, у Уралсипа наиболее четкая позиция в отношении. Саша, знаешь, я вот как откомментирую... Сейчас будет воспринято, что это реклама, это не реклама, это не реклама, это не результаты. Я как раз хочу сказать, что как раз коллеги из банка, которым мы уже сейчас не будем называть... Потому что он в тот же. Как раз просто, когда у нас было там совместное заседание по КСО, очень четко сказали, ну, рассказывать о том, что у нас хорошо, конечно, важно, но вопрос, как подвигнуть те банки, те коммерческие компании, у которых как раз не очень хорошо в этом плане, чтобы они подтягивались к тем, кто есть. Почему действительно важно и продвижение там успешных практик, неважно, какая это компания, какой банк, если у него действительно отработан этот механизм, к сожалению, их не так много, их можно там... Ну, сумма эксперта знает всех их в лицо, кто действительно занимается этой проблематикой серьезно. Другое дело, как им помогать, потому что для крупного бизнеса запуск новой инновационной реальной программы корпоративно-социальной ответственности, которая не стандартно выражается, помощь детскому дому, помощь там больнице и так далее, и так далее. Я не говорю о том, что этого не нужно делать, просто это приводит, ну, там есть, потому что обычно это Москва и вот ближайшее Подмосковье, и приводит к тому, что данные категории там зачастую уже, получается, сильно свыше того, чем им реально даже нужно. То есть, реально. Я вам должен сказать, что я, поскольку я немножко занимался вот этой сферой, огромный пласт неосвоенной территории и людей. Я про это? Огромный. Просто мы считаем, что детские сады, детские дома, домотворчество и все. В принципе, там, ну, с пенсионерами, с ветеранами Великой Отечественной войны можем поработать, с точки зрения компании, да. Но на самом деле... Самоходовой товар. Да, но если покопать глубже, на самом деле сфер, в которых можно работать и развивать социальный бизнес, такое масса... Огромное количество. Конечно, огромное. Я уже... С точки зрения, да, никто. Мы просто посидели, посчитали в марте месяце. Один аспект, не буду сейчас говорить, какой. Скажем так, коммерческая тайна. Ну, просто прибыль колоссальная. А заинтересованность людей сумасшедшая. Более... Потому что это неосвоенный рынок. Страна Россия неосвоенный рынок в этом плане. Это раз. А во-вторых, вы знаете, ну, какие самые крупные по капитализации рынки? Ну, самые прибыльные, вернее. Капитализация? Ну, просто... Объем рынка. По прибыли. Это, извините, это алкоголь, это табак, это... Медикаменты. Ну, хорошо, фарм сейчас не будем брать. Ну, я просто говорю, это там бизнес-казино. Я имею в виду, с точки зрения нормы рентабельности, да. Это там все, что связано там с сборной индустрией и так далее. Это бизнес, условно говоря, который зарабатывает на наших пороках. Потому что бизнес прекрасно научился зарабатывать на наших пороках. Это... Да. Это самые легкие деньги. Ну, как сказать, деньги. Там очень высокая конкуренция, на самом деле. Потому что... Коллеги. Одно правда, а другое. Это дело вызвано тем, что в каждом из нас есть как плохое, но в каждом из нас есть хорошее. То есть вот как на нашем эгоизме мы обычно... То есть у нас в каждом из нас есть здоровый эгоизм. Мы строим на нем карьеру, бизнес и так далее, и так далее. Бизнес на этом зарабатывает. На нашем стремлении иметь хороший костюм, хорошую платье, машину, бриллианты и что-то другое там. Дыхать не в Ялте, а в Куршавелле и так далее, и так далее. Но при этом в каждом из нас есть и милосердие, и так далее, и так далее. Обычно это мы используем для того, чтобы реализовывать наш потенциал в благотворительности, в волонтерстве. Банально мы просто друзьям помогаем, что-то делаем. Но можно абсолютно точно зарабатывать на наших добрых качествах. Потому что, например, банально, это есть исследования подтвержденные. Там Москва, Питер опрашивались люди. Как вы относитесь к продукции, которая имеет социальную составляющую? То есть, условно говоря, либо часть денег перечисляется на какие-то благотворительные программы, либо произведена социально незащищенными группами. Ну, то есть продукция социального предпринимательства. Подавляющее большинство людей сказало, что они готовы отдавать предпочтение этим товарам, именно вот подобно, при соответствии качества. При этом, это две трети сказали, а одна треть из них сказали, что они готовы даже повторно купить, если качество не оправдало, ну, не совсем оправдало их ожидания. Это колоссальный рынок, потому что 67% опрошенных, вы сказали, потому что они испытывают более позитивные эмоции при покупке такого товара. Потому что ты шел в магазин, неважно, в банк, ну, куда, за любой услугой ты шел, потому что тебе нужна была эта услуга. Но если ты еще при этом чувствуешь, что ты кому-то помог параллельно, то все, ты сделаешь предпочтение... Я должен сказать, что в настоящее время, вот в такое неспокойное экономическое время, вот это чувство, оно обостряется. Потому что если посмотреть на социальные сети, как люди реагируют на те или иные события, несчастья, наводнения и так далее, да, ну, тот же проект Первого канала, я не знаю, все это же тоже корпоративно-социальная ответственность, по большому счету. Ну, социальная ответственность, скажем так. Ну, я бы назвал это корпоративной, потому что она не относится именно к корпоративному миру. Я говорю о том, что обостряются эти чувства от ответственности, чувства помощи. Я бы не сказал, что они обостряются. Я думаю, что эти чувства, они и даже не усиливаются, потому что они как были, так и остались. Появляются механизмы взывания к ним, вот и все. Да, появляются механизмы взывания. Появляются инструменты работы с этими чувствами людей. Просто до этого не было этих инструментов. Раньше на каждом предприятии была касса взаимопомощи. То есть, опять же, если мы берем аналогию с Советским Союзом, сейчас это тоже потихоньку возвращается. То есть, еще раз говорю, ничего на самом деле ментально-то в людях не поменялось. И причем это вне зависимости от русских человек или там нерусских человек. В каждом человеке есть что-то доброе, вне зависимости от национальности, места проживания, города, деревни или особенностей жизни. Вопрос, как с этим работать, вот это действительно такой достаточно острый момент. Но за рубежом это уже бизнес, это сформированный уже бизнес. Скажем так, это та область бизнеса, любого бизнеса, которая направлена, а, на его устойчивость, ну, лояльность, б, на его масштабируемость, то есть на развитие. Просто развитие рынка, расширение рынка, потому что рынки рано или поздно кончились. В Европе они по-хорошему уже кончились, в Штатах они еще не кончились, но это вопрос времени. Ну, а что касается России, если говорить о России, то здесь огромное количество идей, но тут нужно понять, каков механизм их реализации. Ну, допустим, есть социальные идеи, есть люди, которые могут это сделать. Они сталкиваются с огромным противодействием, либо непониманием, вот откровенно непониманием, что это можно сделать и что это бизнес. Потому что люди, у которых есть деньги, которые могут вложить в этот социальный проект, они говорят, это благотворительность. Слушайте, ну, не сейчас. Или у нас нет благотворительного фонда. Вот что-то в этом роде. Я еще раз говорю, что здесь вопрос взаимодействия и налаживания правильной упаковки, условно говоря, проекта. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Когда к нам приходят в лабораторию резиденты и говорят, что вот у нас есть классная идея, но нам никто не хочет давать деньги. Я говорю, потому что вы не просите деньги, вы предложите услугу. Вы предложите услугу для компании или объясните, чем это будет ей выгодно. Мы находимся... Мотивируйте компанию. Мотивируйте компанию, мотивируйте инвесторов и так далее, и так далее. И самое главное, аргументы эти есть. Они все есть, мы регулярно помогаем упаковать как раз эти истории. И когда компании обращаются, дайте нам, ну, помогите, чтобы мы сделали какие-то новые у себя программы. Потому что в чем суть вообще задумка была лаборатории, которую мы создали на базе финансового университета. Потому что для компании сделать инновацию, во-первых, дорого за счет внутренних ресурсов, потому что это их непрофильная деятельность. Во-вторых, рискованно, потому что непонятно, как это пойдет. Лаборатория была создана в том числе для того, чтобы экспериментировать в интересах корпоративного сектора, запускать какие-то проекты. И в случае успешной реализации можно вывешивать, условно говоря, логотип. Будущее есть у корпоративного сектора. Конечно. Абсолютно. Конечно. Однозначно. Спасибо вам за то, что вы пришли. Я надеюсь, не последняя встреча. До встречи в программе «Парадокс». Спасибо, Александр. Спасибо, Александр. Спасибо.